Доброй ночи, дорогие друзья, братья и сёстры. Продолжаем разговаривать. Спасибо всем, кто меня поздравил с двухлетием программы. Как-то незаметно эти два года пролетели, потому что никаких особенных перемен, никаких значительных сдвигов они не принесли. Ну, может быть, это и хорошо, потому что тем больше у нас возможностей для интенсивной внутренней жизни. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы время наше было более насыщенным, и чтобы прогресс в нём отчётливее ощущался. Вопросов очень много, я далеко не всё успею. Приятен их уровень. Лекцию просят пять человек по Вадиму Шефнеру и семь по Василию Быкову. Ну, понятно, что 22 июня уместнее говорить о военном писателе, но ведь и Шефнер воевал. Я попробую про обоих сказать, предпочитаю, конечно, говорить о Быкове, потому что всё-таки это самый любимый из однофамильцев. Но я и Шефнера немного знал, с ним говорил, подписывал у него книжку избранную, люблю и знаю, но изучу много стихов его. Может быть, я урву на разговор о Шефнере часть времени от третьей четверти. Ну, естественно, что больше всего вопросов по ситуации с интервью Шедлана Алексеевич, тут, конечно, показано всем нам, до какой степени запущена ситуация в России с очевидностями. Вот о некоторых очевидных вещах я хотел бы напомнить. Если человек, дающий интервью, запрещает его печатать, и это интервью не содержит военные тайны или предупреждения о грядущей мировой катастрофе, я полагаю, что журналист должен воздерживаться от публикации, особенно если интервью берётся для одного издания, а появляется в другом. Но если существует, допустим, запись этого интервью, сейчас Рыковсу подробно показал, где и как, в каких местах оно подтасовано, но грех не в том, что оно опубликовано. Грех в том, как оно проведено. Когда интервьюер запрещает Алексеевич привозить исторические аналогии, говоря, мы живём в 2017 году, а сам к ним постоянно прибегает, говоря, например, о Чечне, следовало бы его поймать на этом приёме. Когда интервью проводится не в тоне полемики, а в тоне допроса, а в тоне крайне агрессивном, я против этого, и я не считаю это профессиональной провокацией. Мне кажется, что провоцировать собеседника не нужно, и меня не интересует такой пример морального прессинга. Это, мне кажется, неинтересно. И самое главное, у нас забывают смысл простых слов. Вот комсомольская правда, простите меня за упоминание этого издания, или другие разные сетевые авторы, тоже, простите меня, но я не буду их упоминать поимённым. Не хочется мне пачкать эфир. Эти люди пишут, Светлана Алексеевич, понимают убийц Олега Бузины. Значит, здесь перед нами налицо простейшая передержка. Мы смещаем смысл, опять-таки, довольно очевидных, довольно понятных слов. Понять можно в когнитивном смысле, в смысле интеллектуальном, психологическом, а можно понять в смысле эмпатическом, понять в смысле сочувствия. Например, ну, чтобы вы просто прониклись этой достаточно нехитрой разницей, я могу понять гипотезу Риммана. Если напрягу все свои возможности, всё-таки я был медалистом, я очень любил алгебру, и у меня много друзей-математиков, и если, допустим, там, Матисевич или Александр Мелехов мне объяснят, это я с ними, слава богу, знаком, а они мне это объясняли, то я гипотезу Риммана могу понять. Но это не значит, что я буду ей сочувствовать, её разделять, потому что это не зона нравственного сострадания. Это зона психологического или культурологического или научного понимания. Вот в том-то и дело, писатель обязан понимать мотивы, в том числе мотивы убийцы Олеси Бузины, понимать, чтобы в этом разбираться. Профессия писателя – это пониматель. И я, например, понимаю мотивы Сергея Гуркина, не потому что я ему сочувствую, что это журналист, взявший это интервью, а потому что это не Бином Ньютона. Понимаете, там ничего нет особо сложного, потому что я и Гитлера понимаю. А что тут такого сложного? Паранойик, антисемит, неудавшийся художник, болезненно озабоченный идеями реванша и геополитики. Что тут не понять? Я прекрасно понимаю убийц Олеси Бузины, потому что эти люди, это люди примитивные чрезвычайно. Они не умеют полемизировать, поэтому они убили Олесю Бузину. Олеся Бузина был прекрасным журналистом, потому что плохих журналистов не убивают. И мотивы его убийства, они абсолютно очевидны. Это мотивы бессильной злобы людей, не умеющих возразить иначе, кроме как пулей. Что же здесь непонятного? Следователь понимает мотивы преступника, он обязан их понимать. Помните, Патер Браун говорил, я понимаю всех этих людей, потому что я мысленно совершил вместе с ними все эти преступления. Точно так же я понимаю прекрасно мотивы людей, которые сегодня травят Светлану Алексеевичу. Но это не значит, что я им сочувствую хоть в какой-то степени. Понимать значит упростить, говорили Стругацкие. Понять значит упростить, а вовсе не простить. Поэтому, когда с помощью таких простейших языковых подтасовок, в надежде, что читатель дурака ничего не поймет, шельмуют художника, Алексеевич, безусловно, художник, это не может вызывать сочувствие и даже интереса. Это понятная вещь. Есть ли у меня претензии к Светлане Алексеевичу? Да, и достаточно серьезные, но это претензии, которые выясняются в разговоре. А вовсе не политические и моральные обвинения, и политическое и моральное шельмование, которым занимаются сегодня ее оппоненты. Мне кажется, что Антон Долин совершенно напрасно взялся что-то объяснять этим людям, которые явились к нему там в Фейсбуке и стали предъявлять претензии. Мне кажется, что в таких случаях самое верное – это воздерживаться от общения. Ну, блажен муж и Денидина, совет нечестивых. Я не думаю, что полемика имеет смысл. У них ведь нет цели добиться истины или хотя бы выяснить позицию. Ну, цель одна – ошельмовать, обвинить, затравить. У них нет никакого другого навыка. Точно так же, как у убийцы Олеси Бузины не было навыка полемики. Иначе бы они с ним спорили. Вот об этом, мне кажется, важным сказать. Сейчас совершенно прав Андрей Архангельский. Диалог стал невозможен. И он не нужен. Потому что зачем же давать этим людям лишний шанс отравить атмосферу своим зловонным дыханием? Пусть они отравляют свои среди, а в нашу пусть не лезут. Мне кажется, что спор об очевидных вещах, грешно сомневаться, когда уверен, это тоже довольно дурной тон. Голосую за лекцию о Константине Воробьеве. Понимаете, Андрей, Константин Воробьев – это достаточно важный и сложный писатель. Один из немногих писателей, которые в 60-е годы не обладали ни наивностью, ни эйфорией, а писали как есть. И, конечно, «Друг мой, Момич», и, конечно, «Убита под Москвой», и «Крик», и «Посмертно опубликованное этому Господе», и «Всему роду Твоему» – это выдающееся произведение. Вот пришел великан, самый известный его текст, причем не военный. Валера Золотуха, когда-то, «Прицарство на небесное», принял меня в тайное общество любителей Константина Воробьева. Они как-то друг друга очень хорошо узнают. Был замечательный репортаж Насти Егоровой в «Новой газете» из дома-музея Воробьева под Курском. Тоже она как-то входит в это тайное общество. Я рад очень, что Воробьеву помнят. У меня есть о нем довольно такая большая статья «Живой» в эфире. Сейчас я не могу о нем говорить, но потому что он заслуживает подробного разговора. Наверное, мы найдем время. Мне очень интересно было бы посмотреть примеры тайнописи в Великане. Помните там в самом начале, когда героя просят два его новых соседа, муж и жена, только что вернувшиеся, там осторожно написано, с севера, просят убить курицу. И он говорит, вот странные люди оттуда вернулись, а курицу убить не могут. И вот такой тайнописи полны все его тексты. Особенно, конечно, «Друг мой мумич» и значительный степень и крик. Это все... Понимаете, Воробьев, как мне кажется, наиболее американский из русских писателей, он очень похож на Хемингуэя и повадкой, и обликом, и стилем. Но он, конечно, в отличие от Хемингуэя, не обладает вот этими такими мочистскими понтами, которые в Хемингуэе очень раздражают. Он человек глубокий, человек глубокого, затаенного, такого, как ныне модно говорить, имплицитного мужества. И, конечно, разговаривать о нем подробно – это отдельная тема. Мне просто важен еще, понимаете, его такой тихий юмор, его постоянная усмешка над всем. Это на языковом уровне очень чувствуется. Вообще, проза Воробьева, она, во-первых, очень пластична, потому что он замечательный пейзажист, и, конечно, она необычайно тонко насмешлива. За этой тонкой насмешкой всегда чувствуется страшный опыт человека. Вы знаете, что он был в плену, бежал оттуда, из концлагеря, партизанил. Много всего было. Всегда был под подозрением. Критика его травил рано, умер от рака мозга. Вообще, 54 года он прожил. Там удивительная, конечно, судьба. Мы о Воробьеве поговорим отдельно. Пока из прозы его я больше всего рекомендую любимую повесть мою и, кстати, сына, а именно Крик. Потому что трудно себе представить более обаятный женский образ, чем тот, который есть там. Помните, как он ей на эту их свадьбу дарит сахар и целует ее в сладкие губы? Удивительный образ совершенно. Гибнет она там так дико. И финал этот ужас. Нет, Воробьев, конечно, мучительный, автор. Крик я рекомендую. И вот пришел великан. Эта вещь чрезвычайно достойная. Есть ли у Ставрогина сознание предфашиста? Ведь он признает, что самое большое удовольствие это причинять зло другим. Зачем вы всеуслышание рассказываете о собственных злодеяниях? Неужели без этого наслаждение неполноценно? Илья, вы правы, безусловно, в том, что его поход к Тихону это еще одно проявление фашизма в самом широком понимании. Действительно, Ставрогин постоянно экспериментирует с отменой тех или иных казалось бы врожденных, казалось бы неотменимых человеческих эмоций и ограничений. он постоянно заставляет себя совершать новые и новые иррациональные поступки. Он такой своего рода поэт иррационализма. И мне кажется, что Достоевский ненавиде Верховенского, как раз очень иррационального человека, Ставрогиным отчасти любуется. И вот это для меня очень важный критерий. Для меня это показатель того, что Достоевский, ненавидя бесовщину русской революции, не понимая совершенно ее святости, любуется вот этим иррациональным красавцем. Ставрогин Иван Царевич, он страшно сильный, он красивый, в нем заложены какие-то великие возможности. И я боюсь, что он Достоевскому скорее симпатичен. Не зря он и сам над собой совершает казнь, а никто больше его остановить не может. Он вешается, хотя, конечно, там густо намыленная веревка вроде бы должна внушать отвращение к нему, но, тем не менее, гражданин Кондона Ури не рассматривается, мне кажется, там, как главное зло. Он именно, да, он воплощение фашизма, потому что он все чаще и все настойчивее отменяет химеру совести. И вот, мне кажется, что Достоевский отчасти и любуется этим персонажем. Иррационализм это главная черта подпольного человека, Достоевскому. А поведение Ставрогина, оно нарочито иррационально. Он все меньше оставляет для себя рациональных мотивов. лекцию по линчу будет в ближайшее время. О чем вы собираетесь говорить с Юлией Кантор? Значит, действительно, у нас 25 июня, воскресенье, в прямой речи на Ермолайевском 25, Юлия Кантор будет читать лекцию по Тухачевскому. Я не знаю, что я буду с ней говорить. Это все-таки преувеличение. Я модератор этой встречи, потому что я ее и пригласил. О чем она будет говорить, я не знаю, но я могу сказать, о чем я буду ее спрашивать. Мне представляется, что чисто типологически заговор Тухачевского обязан был иметь место. Я полагаю здесь не только на достаточно ненадежные эмигрантские свидетельства о том, что якобы Тухачевский и остальные собирались арестовать Сталина, что у них в доказательство его доносительства была тайная папка из архивов, где прилагались его доносы на революционеров. Это вся версия, мне кажется, избыточная. Но то, что Тухачевский типологически совпадает с Пестелем, поэтому заговор скорее всего имел место, об этом мы будем говорить. Эта лекция получила на мой взгляд слишком сенсационное название «Кровавый закат». Но если Кантер с этим согласилась, пусть будет так. Приходите, я не знаю, можно ли там будет попасть, это очень маленький зал у нас, но попали, тем более, в воскресенье. Но приходите, думаю, что попадете. Волшебное слово вам известно. Кантер один из лучших специалистов по Тухачевскому, а Тухачевский один из самых любопытных для меня персонажей. Многие считают его злодеем, многие гением. То, что он в молодости довел до самоубийства двух молодых солдат, будучи там унтером, еще в царской армии. Это доказанная история. С другой стороны, друг Шостаковича, все-таки все дела, скрипач, утонченный интеллигент военный. Есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. Меня интересует одна тема, был ли заговор, или они все покорно шествовали на убой. У меня мрачные впечатления от книги Стругацких «Второе нашествие марсиан». Суть человека конформизм, или авторы верят людей. Нет, но они верили в людей других. Те, которые живут в зоне второго нашествия, это сегодняшние обыватели. Обыватели Стругацкие ненавидели, безусловно. И это в некотором смысле описание людей эпохи застоя, людей большинства. Второе нашествие марсиан, маленькая памфлетная вещь, это реакция именно на сравнительно благополучные, сравнительно сытые времена. Это развитие основных идей повести «Хищные вещевека». Надо-таки выпивать и закусывать «Квантум сатис». Я думаю, что Стругацкие позднее, может быть, снисходительнее отнеслись бы к своим героям из второго нашествия, потому что, как говорит тот же Виктор Банев, в истории человечества не так много было периодов, когда люди могли выпивать и закусывать «Квантум сатис». Но сравнительно благополучный, сонный, жирный застой довольно быстро показал Стругацким, что все-таки обыватель – это самая зловонная и самая опасная среда. Именно из среды обывателей, а не из среды пассионариев получаются злодеи. В этом смысле второе нашествие, конечно, мрачный приговор эпохи. И, конечно, в массе своей современники и соплеменники Стругацким представлялись именно этими людьми, которые готовы сдавать желудочный сок в обмен на синий хлеб. Они не ошиблись, мне кажется. Гнилая исключительная эпоха. О Василии Быкове поговорим хорошо. Почему, по-вашему, Флера в финальной сцене «Иди и смотри», все-таки не решился выстрелить в Гитлера младенца? Ну, видите, ли, сценарий, кстати, первоначально и назывался «Убить Гитлера». Видите ли, для Адамовича, в первую очередь, я думаю, для него, потому что это он придумал этот финал, ну, и для Климова тоже, важно было показать, что после всего увиденного этот мальчик готов превратиться в Мстителя, и он уже Мститель, но он не может выстрелить в ребенка. Вот там он прикидывает разные возможности убить Гитлера, стреляет в Гитлера 20-летнего, 15-летнего, а вот в ребенка он выстрелить не может. И, наверное, для Климова и Адамовича, где и смотри, это было каким-то символом неубиваемой человечности. мне же, мне же, с моей стороны, кажется, что мальчик, повидав то, что он повидал, и пережив то, что он пережил, он выстрелил бы. Я не могу сказать, одобряю этот элемент, но логично при таком опыте было бы выстрелить. Другое дело, может быть, он понимает, что, убив Гитлера, он не остановит трагедии Европы, трагедии немецкого народа, потому что без Гитлера было бы все то же самое, просто, ну, на его месте был бы, допустим, ремом. А всех не перестреляешь. Говорили с другом про рассказ «Бездна». Андреева, друг, считает, что в нем нет ничего, кроме реализма, а Толстой, тоже дает обратно и ругает Андреева. Что же схвачено в этом рассказе? В этом рассказе, о котором сам Андреев говорил, будьте любезны, не считайте бездны, ну, помните, там гимназист Немовецкий гуляет с Зиночкой, потом на них нападают, насилуют Зиночку, оглушают Немовецкого, а когда он приходит в себя и видит растерзанную лежащую перед Нем Зиночку, это так его возбуждает, что он приваливается к ней и тоже начинает ее насиловать тут же, благо она без сознания. Может такое быть или нет, я думаю, что здесь Андреев коснулся очень важной темы, темы виктимности, конечно, и эта виктимность, жертвенность, вид жертвы, это привлекательно для людей определенного плана, и в этом есть какой-то мощный сексуальный зов. Думаю, что здесь Андреев угадал очень опасную тенденцию. Надо сказать, что это рассказ-то, в общем, притча, и, конечно, речь идет здесь о том, о более широком, что ли, вопросе, нежели просто участие в групповом изнасиловать. Да, конечно, здесь эротические коннотации тоже есть, но суть рассказа, разумеется, не у них. Проблема здесь в том, что зло, вот это бездна, это вещь чрезвычайно заразительная, что наблюдая за злом, видя его легитимность, его разрешенность, люди чрезвычайно охотно в это вовлекаются. Вот в чем проблема. И это объясняет очень часто феномен, скажем, коллективной травли, когда на ваших глазах насилуют беззащитную, или мучают беззащитную, или травят кого-то. Эта беззащитность вас провоцирует, и вы начинаете аргиастически принимать участие в этой вакханалии насилия. Так что Андреев поймал очень четко один из самых страшных инстинктов толпы. Ну, я не думаю, что этот рассказ следует считать лучшим у него и хрестоматийным, конечно, бездна слишком истерично и, пожалуй, физиологично, но с другой стороны, наблюдение, самонаблюдение, конечно, очень точное. Каковы ваши взаимоотношения как писателя с таким литературным объектом, как действие Бога? Приходилось ли вам описывать провидение, и можно ли браться за такое? Ну, мне в известном смысле приходилось, потому что меня всегда интересовала проблема божественного вмешательства. Я знаю, что Михаил Швудкой после того, как он перестал быть министром культуры, у него осталось больше свободного времени, он мечтал, делился со мной этой мечтой в интервью, мечтал написать книгу о волшебных случаях вмешательства судьбы, когда мир висел на волоске и спасся, вот висел и не погиб. Ну, в случае, скажем, как Гитлер получил атомную бомбу, или когда, допустим, в известный период начала века, в Первой мировой войне, некоторая цепь случайностей привела к тому, что не погиб Париж, ну, и так далее. Там много таких историй. Мне очень соблазнительно, очень интересно, и всегда оказалась эта идея, написать книгу о чудесных спасениях. Поэтому действия Бога, спасение проекта, совершенно иррациональная, когда в последний момент, казалось бы, человечество, висящее на волоске, было удержано на нем, эта тема чрезвычайно перспективная. Ну, и потом, понимаете, почему же эта тема табуирована? Нет, конечно, не табуирована. Дело в том, что я очень много раз в жизни наблюдал проявление божественной справедливости, когда явный, торжествующий, ликующий мерзавец уже заносил нож над жертву, условно говоря, и тут его разделывали, как Бог черепаху. Это просто мне знакомо. Всегда у меня в таких случаях было ощущение, как будто рядом просвистела божественная рука. Очень интересное ощущение. И, конечно, я бы тоже с удовольствием об этом написал, когда у меня такая возможность будет. Вы скажете, а как же трактовать те истории, когда Бог не вмешался? Ну, значит, случай был еще, как мне кажется, случай был еще не крайний. Мне кажется, божественное вмешательство это именно показатель катастрофического риска. И несколько таких историй в человечестве были. Расскажите об отношениях Блока и Маяковского. Ну, видите, отношений-то не было, собственно. Были разовые встречи, во время которых Маяковский вел себя из рук вон. И это, наверное, входило в условия. А встречи эти были суть следующая. Значит, сейчас я вам скажу, какие же это были... Ну, тут надо одну связку. Или были, или суть. Значит, была первая встреча, когда Маяковский пошел к Блоку знакомиться, потому что Лиля просила книгу с автографом. Я не знаю, выдумал он это, рассказывая Катаеву, в траве забейения есть эта история, или пошел знакомиться без всякой Лилии, но вообще больше похоже, что Лиля попросила, потому что это не в характере Маяковского приходить к кому-либо и знакомиться. Наоборот, когда к нему пришел знакомиться Чуковский, самый знаменитый литературный критик России в это время, и начал ему объяснять, как тот хорошо пишет, Маяковский сказал, я все это знаю, вот тут сидит старичок, он отец девушки, который мне очень нравится, ему подите, расскажите, какой я хороший, ему это гораздо важнее. То есть, мне в его природе было навязываться к Блоку в собеседнике, поэтому встреча первая, это поход к Блоку за автографом, причем Блок очень оскорбился, когда узнал, что автограф нужен не Маяковскому Алили. Вторая встреча, когда Маяковский читал у него при Алянском облако в штанах, и Блок, это он рассказывал Жене Хин, она записала эту устную новеллу, и Блок молчал, пока он читал, молчал, пока его ругали гости, а потом, когда вышел в тесную прихожую на пряжке, знаете, туда, там, где Вешевка стоит, вышел его проводить, шепотом ему сказал, никому не слушайте, вещи отличные, пишите дальше. Третья встреча, Пастернак вспоминает вечер Блока в политехническом, когда Маяковский сидел и подсказывал рифмы. Есть полулегендарная, возможно, имевшая место встреча с Блоком, таким, каким он запечатлен на единственном кадре кинохроники, когда он стоял в солдатской шинели у Зимнего дворца, на дворцовой площади, Маяковский шел мимо, увидел высокого солдата, узнал в нем Блока, подошел, поздоровался, спросил, как дела, и тот ответил, хорошо, вот, все хорошо, а у меня библиотеку сожгли. Это описано в некрологии Маяковского умер Александр Блок. Что касается отношения его к Блоку, мне кажется, он всю жизнь ему люто завидовал, не скрывал этого. Прав совершенно Луначарский, что название поэмы «150 миллионов» имеет прямое отношение к поэме «12». Блок сам, так сказать, у Маяковского вызывает здесь некое отторжение, потому что «12» должен был бы написать Маяковский по всем законам, а вот ему не хватило. Самое точное определение он дал в разговоре с Ольгой Никулиным. У Блока из 10 стихотворений «Два хороших, а у меня пять, но таких, как эти два, мне не написать». То есть он все правильно понимал и дай Бог нам того же. Услышимся через 3 минуты. В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы». Патриотическое воспитание с детского сада. «Отцы». Пятницу после 11 утра. В пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова. Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш. В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Политолог, доцент Института общественных наук «Ранхикс» Екатерина Шульман. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет журналист Леонид Радзиховский. Эфир ведет Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера. «Девушка, дайте мне х... 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 халву». «Хлеб, хлеб, хлеб». «Халву». «Хлеб, хлеб, хлеб». «Ночь, ночь». Это время, когда мы одни против черной армии тьмы. «Алло, и кто звонит?» «А кто звонит?» «Алло, алло, алло». «Ночь». «С пятницы». «Алло, алло». «На субботу». «С ноя часов до трех». «Как на ноги». «Девчонные армии тьмы». Вы слушаете «Эхо Москвы». «А Эхо Москвы» слушает вас. Телефон прямого эфира 363-365-9 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И вызван аккаунт Твиттера. Как вы относитесь к идее продолжаем разговор. Как вы относитесь к идее первородного греха? Мне кажется, что идея о поврежденной природе человека, ослушавшегося Бога, связана скорее тем, что в эпоху становления церкви как института власти была параллель между волей отца и волей духовенства. В раю человек был как ребенок, воспринимал мир непосредственно, а вкусив запретный плод, научился отличать добро от зла. Изгнание было лишь ментальным. Мир просто начал быть таким, какой он есть. Ведь Создатель сам наделил человека свободой воли. Сам не оградил от него древо познания. Но знаете, греческую мифологию больше Библии люблю. Детскость, дерзость, демагогию, тягу к морю, кораблю. И насколько ближе внятная страсть влюбленного стиха, чем идея неопрятная первородного греха. Это Кушнер. из стихотворений памяти Штейнберга. Я, пожалуй, с этим немного солидарен. Хотя мне безумно нравится миф о первородном грехе. Понимаете, у нас когда-то, я помню, в Шкуле юного журналиста, мы устраивали целый такой суд над Адамом и Евой. Это распространенная форма обучения. И вот становился вопрос, знал Бог или не знал? Ведь Бог Всеведущий. Наверное, знал. Наверное, без изгнания из рая человек был бы в каком-то смысле неполноценен. Наверное, пока он не попробовал яблочко, он действительно о добре и зле не знал. Не думаю, что вечно мы будем расплачиваться за это непослушание. и мне ужасно нравится, когда в пьесе «Штука», помните, вот этот гениальный спектакль «Божественная комедия» в театре Образцова «В муках будет сражать». «Потерпим», отвечает Ева. Наверное, в этом действительно что-то есть. Человек не был бы человеком, если бы он не откусил. Наверное, вы правы. Наверное, первородный грех это действительно входило в божественный план. Хотя я не чувствую себя в праве говорить о таких вещах достаточно аргументированно. Интересна ли вам история Билли Миллигана? Как вы относитесь к роману Дэниела Киза? Мне безумно она интересна. Настолько интересно, что я планировал когда-то писать сценарий и даже был у меня режиссер, которому это очень нравилось тоже. Значит, вот сидит в дурдоме парочка ему там 25 ей 18 у них обоих множественные личности. Им очень хочется как-нибудь реализовать эту взаимную симпатию, но все время получается так, что то она японский рыбак 18 века, а он американский конгрессмен, то она пятилетняя девочка, а он глубокий старец какой-нибудь грузинский, но все у них не получается и они не могут синхронизироваться. Пока, в конце концов, не находят единственно верный способ, догадайтесь о нем, эту синхронизацию произвести. Там много довольно было интересных коллизий смешных. Это хорошая могла быть пьеса для двух гениальных актеров, которые демонстрировали бы вот такое перевоплощение. Но потом мне показалось, что эта идея на целую пьесу не тянет. Надо еще что-то там додумывать. Да, мне очень интересно множественные личности, но если вы Дван спросите меня серьезно, верю ли я в случае Билли Маллигана? Я вам с полной серьезностью отвечу. Нет, не верю. Билли Маллиган гениальный имитатор, гениальный притворщик, который умудрился американских психиатров убедить в том, что в нем живет там 40 человек. если вдуматься, то существуют действительно некоторые американские, сугубо местные психические болезни. Вот это очень странно, интересная вещь, географическое распространение тех или иных синдромов. Насколько мне известно, нигде больше не практиковалась множественная личность, не встречалась такая наглядная история множественных личностей. Обратите внимание, что в множестве американских фильмов так или иначе отразбираются. Ну, это, наверное, потому, что этой нации присуще такое наибольшее внимание к юриспруденции, любое крышкотворство, к судебной медицине, к доказательству патологических случаев. И я думаю, что Билли Миллиган это идеальный кейс для демонстрации тонкостей американской юстиции. Кстати, Билли Миллиган сумел доказать, что он сумел освободиться, сумел доказать, что насиловал не он, а его вторая личность. Но в России таких вещей нет. Наверное, потому, что у нас существование множественных личностей внутри одного человека это нормальная практика, нормальный способ выживания, а не патология. У меня там в романе «Июнь» один герой о себе думает, что вот в нем сочетается Каманч, этот самый древний времен игроков индейцев, Борис, это когда он с женой, там, Гордон, когда он с любовницей и так далее. А одному там двадцать, а другому пятнадцать, третьему сорок. Есть еще вот эти, есть пять личностей в нем, а есть еще шестой, который не имеет имени. Вот кто такой этот шестой, а он есть конкретно совершенно, там надо просто догадаться, вот кто этот шестой, это читателю предстоит понять самому. В конце части это раскрывается, но эта разгадка ничего хорошего не сулит. Вообще забавно там получилось. Я сейчас так вот, ну, пока писал роман, я его ненавидел, а когда он дописан, начинаешь понимать, что кое-что там неплохо придумано. Что хотел сказать Кондера, назвав роман «Невыносимая легкость бытия»? Неукорененность, невыносимая легкость вот этого постбытия, постисторического бытия, когда человек в Европе чувствует постепенный отказ от данности и опять-таки врожденности, но это моя любимая тема, поэтому я понимаю этот роман так, невыносимая легкость неукорененного свободного бытия, невыносимая легкость свободы. Уделите минуту роману Горенштейну место, все же колоссальный хотя бы объем роман. Алекс, роман гениальный, и вот мы как раз сегодня на круглом столе в искусстве кино, с Леной Михаил Настяшова и любимым моим критикам и рискну сказать и социологам от культуры, мы разбирали место, в чем собственно его отличие от шестидесятнической прозы. В прозе шестидесятников царствовала эйфория, а в кинематографе шестидесятых более глубоком, поскольку он имеет дело с реальностью, как она есть, главная доминирующая интонация это растерянность. И чем вот мы пришли к выводу оба, что чем ниже человек находился тогда в шестидесятой на социальной лестнице, тем меньше эта эйфория была ему свойственна. Она была свойственной интеллигенции, студенчеству, относительно благополучным москвичам и питерцам, состоятельным людям и в принципе людям законопослушным. А вот новочеркасским бунтарям или работникам, рабочим тракторного завода в Харькове, когда там выступала Куджава, то поэтам кричали, где масло, их прерывали. Этим людям эйфория не была свойственна ни в какой степени. Вообще при Хрущеве более или менее хорошо себя чувствовала только творческая интеллигенция, и то недолго, до 63-го года. А в 58-м был пароксизм реакции, и в 63-м эпоха Хрущева хороша была только тем, что выпускали больше, чем сажали. И вот поэтому роман Горинштейна место, а человек, который находится очень низко в социальной иерархии, он многие оттепельные штампы деконструирует, разрушает. Там сказано совершенно отчетливо, что в эту дыру, в этот идеологический вакуум, образовавшийся после частичного обрушения коммунистического мифа, хлынули очень многие болезнетворные микробы, прежде всего национализм. И Гринштейн, описывая свои скитания по Москве 60-х годов, по ее подпольным кружкам, по ее общежитиям, по квартирам девушек, которые ему достаются, он очень точно показывает, что ощущение националистского реванша было очень близко, что действительно именно в 60-е годы на относительно опустевшем месте официальной идеологии начала действовать так называемая русская партия, которая очень надеялась, что власть ее воспользуется и установит здесь такой полуфашистский режим. Ну, вот Сергей Павлов, такой комсомольский секретарь, румяный комсомольский вождь, журнал «Молодая гвардия», впоследствии созданный наш «Современник», издательство «Современник» и так далее. Вся эта публика представляла собой очень точно описанную Гринштейном опасность националистического реванша, если угодно зародыш русского фашизма. Кроме того, вот этот Гоша Цвибышев это замечательный такой советский подпольный человек, которому есть очень многие черты Гринштейна, но Гринштейн написал это не для того, чтобы воспеть подпольного типа, а для того, чтобы выбросить его из себя. Этот роман, конечно, аутотерапия. Гринштейн чувствовал себе Цвибышева, мстительного, цепкого, цепляющегося за ступеньки, лишь бы влезть на место среди живых. И мне кажется, что этот роман это именно акт самоисцеления, аутотерапии. Так часто получается, что именно такая книга становится лучшей. Дмитрий, что для вас означает день 22 июня? Судя по всей вашей жизни, не очень много, как и для ваших друзей из бывшей Украины. Вы сожалеете, что не удалось покончить в 1941 году с Россией рендиозным планом Барбаросса? Дорогой Вадим, вот ваши записки, ваш вопрос, это как раз пример того, что демонстрирует в разговоре с Алексеевич глубоко непрофессиональный журналист Гуркин. Ну, вы тоже непрофессионал, от вас никто не требует профессионализма. Судя по всей вашей жизни, не очень много. А вы что знаете обо всей моей жизни? И кто вы такой, чтобы о ней судить? Давайте не будем решать, что для кого означает день 22 июня. Давайте разговаривать по существу, но вопросу по существу вы не можете сформулировать. Что вы знаете о моих бывших друзях или просто о моих друзьях из бывшей Украины? Почему бывшей? Украина как раз не бывшая. И особенно меня интересует вот это, что вы знаете о моих друзьях и что для них значит день 22 июня. просто наша скорбь она не публична. Она не носит характер публичного разрывания одежды, раздирания себе лица ногтями и так далее. Подлинный скорбь не ищет публичных выражений. Подлинное знание истории, а именно знание истории, на мой взгляд, это высшая форма уважения к ней. Подлинное знание истории не требует биения себя в грудь или головой о стен. А уж эта экстраполяция сожалеете, что не удалось покончить в 1941 году с Россией. Понимаете, Вадим, вы когда разговариваете с евреями, а я совершенно не скрываю своего еврейства, да, моя русская половина мне в этом совершенно не мешает, вы постарайтесь не приписывать им любви к фашизму. Потому что у евреев с фашистами свои счеты. Я и Германию эту нынешнюю до сих пор воспринимаю с большой опаской, потому что всегда существует возможность повторения привычного вывиха. И я очень многого не могу забыть немецкому духу, который тут у нас повонял в свое время. Конечно, нынешняя Германия это совершенно другая страна, но иногда слыша этот язык начинаешь вспоминать некоторые лающие команды. Поэтому вы со своими экстраполяциями просто ничего не понимаете. Вот вы и есть из тех людей, которые не умея спорить прибегают либо к носительству, либо к оружию. Вадим, ну не пишите вы сюда больше. Понимаете, меня вы из себя не выведете. Я человек довольно опытный и мне приятно смотреть, как вас крючит. Понимаете, мне нравится, что у вас такие корчи. Но вряд ли то, чем вы занимаетесь, оно благотворно в моральном отношении. Прежде всего оно неблаготворно для вас. Вот вы сейчас слушаете меня, обливаетесь желчью. Ну, кому это хорошо? Понимаете, вы просто раньше умрете от этого. Мне-то что? Читаю популярную психиатрию. Очень похоже, что вся мировая литература является набором клинических случаев. Нет, дорогой Бомзи, неправда. Программа сектантским кружком почитателей тоже пример для разбора на лекции по психиатрии. Может быть, но почему сектантским? Понимаете, в сексе, как правило, разномыслие исключено. Здесь же я наблюдаю разномыслие в очень большом диапазоне, и даже вам здесь находится место. Почитатели этой программы это те, кому не спится в ночь четверга на пятницу. По разным причинам. Вы знаете, что многие люди в ночь четверга на пятницу стараются не спать принципиально, а они боятся увидеть вещий сон. Другим людям не спится, потому что они мало устали за день, мало работали. Ну, как вы, например, потому что вы, судя по всему, вообще имеете много свободного времени для чтения популярной психиатрии. А кому-то нравится слушать меня, а кому-то нравлюсь я, кому-то интересно подготовиться к экзамену. Кто-то любит меня ненавидеть по формуле Сергея Доренко и использует это как канал для вымещения своей злобы. То есть, это очень разные люди, это не секта ни в какой степени. У меня вообще, как ни странно, нету круга вот таких фанатичных поклонников. Большинство людей, они, признаваясь там в любви ко мне, говорят, Быков, конечно, талантливый человек, но следует какая-нибудь глупость. Или люблю стихи Быкова, но ненавижу то-то. Или вот Быков выступил в защиту Юрия Дмитриева. Надеюсь, кстати, что дело Юрия Дмитриева сдвинется с мертвой точки. Это руководитель Карельского мемориала. Ну, а зачем он пишет стихи? Ну, и так далее. У меня очень мало таких поклонников, которые принимали бы меня безоговорочно. Так что, секта это не является. Есть ли в природе интересная книга, написанная психически здоровым автором, а психически здоровых людях? Свои не предлагается, вы Мегаломонек. Мегаломонек, это, как правило, значит, человек, восхищенный больше всего чем-то гигантским, огромным, интересующийся масштабнейшими проектами. Я не скажу, что это такая уже Мегаломания. У меня есть толстые книжки, есть совсем маленькие. И просто, если вам трудно читать большую книгу, ну, что же здесь такого? Это ваша проблема, а не моя. На самом деле, понимаете, проблема большого романа, она обсуждалась в литературе всегда. Вот, есть ли читатели на большой роман? Как выясняется, чем больше объем книги, тем больше интерес она вызывает. Масштаб людей интересует. Поэтому мегаломонечество это такая, понимаете, нормальная форма интереса к чему-то экстраординарному. Как говорит тот же БГ, на Востоке человека уважают, если у него чего-то много. Книги написаны психически здоровыми людьми, а психически здоровых. Александр Бруштейн, дорога уходит вдаль, очень здоровая девочка Саша Яновская и ее окружение, и чувства, которые вызывает эта книга, очень здоровые. Ну, из литературы новейшей, чтобы вам, я не знаю, назвать, из недавно написанных сочинений, мне кажется, что Валерий Попов самый душевно здоровый человек, не боящийся говорить правду себе. Александр Житинский, безусловно. Того же Константина Воробьева могу порекомендовать, как один из примеров душевного здоровья. Я вдруг подумал, что Герберт Турец повлиял на Кавку. Что у Кавки вам нравится больше всего? Мне признаюсь, его записные книжки. Ну, я согласен в том, что записные книжки, письма, записки, которые Кавка писал, когда уже не мог говорить, это невероятно интересно. Если бы он погиб, вы знаете, от туберкулеза гортани. И вот потрясающая фраза в письме к возлюбленной. Меня волнует не то, как долго еще я смогу выносить свои страдания, а как долго еще ты сможешь выносить мое терпение. это гениальная совершенно психологически точная записка. Или потрясающие письма Броду. Да много чего. Письма к Милене замечательные, письмо к отцу замечательные. И все-таки я у Кавки выше всего ценю замок. Процесс тоже, но замок в наибольшей степени. И две новеллы. В исправительной колонии и сельский врач. Я согласен вообще говоря, с Набоковым, что Кавка лучший немецкоязычный писатель XX века. Я очень высоко чту Томаса Манна, но, конечно, выделка словесная прав Пастернак в его романах недостаточно. Ему надо выбрать одно слово из десяти, а он все десяти пишет. Все синонимы. Это я цитирую Пастернака в разговоре с Ливановым. Меня устраивает, конечно, и волшебная гора, и восхищает доктор Фаустус, но Кавка на фоне этого, конечно, и тоньше, и глубже, и отважнее. Я думаю, что лучший эпизод эротический вообще в европейской литературе это сцена секса в замке, где вот он, помните, блужгает в лабиринтах чужой плоти, и что-то подобное, кстати говоря, есть и в процессе. Вообще, Кавка, конечно, идеально велик. Насчет того, насколько на него повлиял Уэллс, ну, понимаете, Уэллс на всех повлиял. Уэллс не мог не повлиять, потому что его идеи, его великие догадки, его фабулы, идеально построенные, ну, понимаете, он колоссально повлиял, например, на Булгакова, Собачье сердце и Остров Доктора Мороз, сравните. Он очень сильно повлиял на Альфа и Петрова. Я думаю, что Человек-невидимка вообще один из величайших трикстерских романов. Ну, и вообще много чего. Влияние Уэллса нельзя, я думаю, отметать. Больше всего на Кавку, мне кажется, повлияли его на Уэллы. И в особенности такой замечательный сновидческий тоже рассказ, как Дверь в стене. Это просто один из великих рассказов рубежа веков. Вы говорили, что для Вас важно, кем работает человек. Это позволяет составить мнение о нем. А как Вы относитесь к домохозяйкам? Я не работаю и веду хозяйство, но моя мать считает, что человек, который не ходит на официальную работу, никчемен и не уничтожен как личность. Нет, я так, конечно, не считаю. Более того, я считаю, что домохозяйка это одна из самых ответственных, сложных, интегральных работ. То есть, работа, где требуется учитывать огромное количество факторов и соблюдать при этом цельность, интегрити, конечно, это сложнейшее дело. Я вообще считаю профессией не то, чем человек вынужден заниматься, а то, что доставляет ему радость, наслаждение. Если Вам домохозяйство доставляет радость, если Вы доставляете радость своей семье, занимаясь этим, это и есть Ваша профессия. А все остальное это имитация, понятное дело. Вообще, я не презираю никого, хочу вам рассказать, ну, кроме тех людей, которые уж совсем демонстративно нарушают моральный кодекс. Поскольку в России происходит ползучая гибридизация, можно ли, в связи с этим, ко всем понятиям общества, связанным с обществом и населением, добавлять табличку РЗАЦ. РЗАЦ-президент, РЗАЦ-парламент, РЗАЦ-сообщество, РЗАЦ-народ и так далее. Можно, но не обязательно, мне кажется. К тому же, понимаете, а зачем добавлять? Просто дождемся того, что слова большинства, парламент, народ станут ругательными, неприличными в обществе. Потому что народом себя обычно называют люди, когда хотят оправдаться, когда хотят от своего имени делать гадости и так далее. Я народ, я представитель народа, но ничего особенного в этом, на мой взгляд, нет. Что касается парламента, то совершенно не нужна к нему приставка РЗАЦ, потому что отлично видно, насколько это РЗАЦ. Гибридизация происходит, но я бы не был на вашем месте таким пессимистом. По-моему, Россия же, она страшно отзывчива на любую новизну. И мне кажется, что сейчас, почуя деградацию власти, она отвечает начинающимся интеллектуальным ростом. Начинающимся, но очень активным, очень уже заметным. В своей книге Рязанов пишет, что у него возникли сомнения, будто Александр Гладков является настоящим автором давным-давно. Таинственная история. Гладков был дружен с Пастернаком, не мог ли Пастернак подарить ему текст поэм? Ну, как был дружен? Они вместе были в Чистополе, а судя по восторгу Пастернака, который он выразил в письме лично Гладкову давным-давно, эта вещь никак не даренная. Это явно совершенно у Гладкова случился такой всплеск творческих способностей. Понимаете, на чем основано было мнение Рязанова? На том, что когда ему надо было вписать две новых сцены, там, ну, просто срасти действие, сделать действие более ровным, в гусарской балладе он попросил Гладкова эти две маленьких сцены написать в тихах, тот полгода его морочил и все-таки написал. Объяснить это как раз довольно просто. Гладков не был поэтом. Он пережил во время войны очень сильный период вдохновения, период максимальной мобилизации и написал эту пьесу. Потом он этого эффекта повторить не мог. Такое бывало. Понимаете? бывали случаи, когда человек абсолютно не склонный к сочинению прозы или сказок или стихов. В одну ночь писал шедевр. Уже де Лиле он не написал ничего, кроме Марсельеза. И в конце жизни зарабатывал тем, что на выпивку, когда он говорил, что вот я автор Марсельеза. И никто ему не верил, но деньги тем не менее давали. А больше он ничего написать не мог. А вот так в одну ночь в припадке восстановения в приступе совершил чудо. Сочинил слова и музыку. Поэтому с Гладковым особенно в такой острый период в 1941-1942 когда на волоске страна, когда максимально все силы напряжены, он и написал гусарскую балладу, она же давным-давно и пьесу про Шурочку Азарову. Хотя надо вам сказать, что с поэтической точки зрения она из себя никакого шедера не представляет. Она прекрасно драматургически решена. Она очень похожа на горе Тума и на Сиранод и Бержерака. Все в переводе Куперник все основные риторические приемы совершенно очевидны. Но стихи там довольно грубые, ткани их довольно примитивные. И я не думаю, что Гладков был поэтом. Просто он, что случается иногда с непоэтами, был поэтом две недели в жизни. И можно только, дай бог, вот вам всем пережить такой же взлет. Вернемся через три минуты. Продолжаем разговор. Я поотвечаю еще немножко на форумные вопросы, а потом перейду к почте Дмебыков, Собака, Яндекс.Ру. Напоминаю, просят повторить, сработает ли волшебное слово 1 25 числа. Ребят, ну там не будет ничего скандального, понимаете? Я не... Ну, Кандор, она Юля, я очень ее люблю, она меня сильно консультировала по последней книжке и вообще она хороший историк. Но она историк профессиональный, там не будет сенсации. Там название лекции «Кровавый закат» совершенно не означает, что вам предъявят какие-то дикие сенсационные подробности и кровавые детали. Это вообще для профессионалов лекция. Для учителей истории, для людей, интересующихся военной историей. Она как бы человек... Ну, не родзинский, прямо говоря, хотя родзинского я очень люблю, он просто работает в другом жанре. Но если вы действительно хотите прийти на этот «Кровавый закат» по Тухачевскому, то, милости прочим, 25-го приходите там. Она раскуплена, мы совершенно не делаем из этого тайны, но я вас проведу. Вот там я могу провести. Я не могу провести иногда в ЦДЛ, я не всегда могу провести в Театр Фоменко. Вот там у меня 15 июля будет вечер, и там я, к сожалению, бессилен. А в Ермолаевском, господи, что там проводить? Приходите, я всех рассажу. Давно звучат голоса о том, что книга уровня войны и мира не была написана, хотя Вторая мировая все дальше от нас по времени. Целостная картина всех лет стоит перед глазами, а для анализа достаточно и половины столетия. Может быть, никто из талантливых писателей не взялся, именно потому, что о войне написано такое количество бездарных, проходных, конъюнктурных книг. А может быть, война была настолько страшной, что для мира не осталось места, а без него ни от романа. Дорогой Дон Баллон, значит, здесь, мне кажется, проблема в том, что тема слишком сакральна, вы правы, слишком много было зверств, и очень многие вещи пока еще остаются несказанными. Даже отдаленные пролегомены к этой теме, попытка описать предпосылки, чего это дело, у меня вот там, скажем, в книжке достаточно много времени происходит в сентябре 1939 года, когда Советский Союз, будем откровенны, вступил в войну на стороне Германии, а Польша в этот момент, если вы помните, терпела с двух сторон, и при этом, как сказать, Польша действительно получила ноту в середине сентября, в 17-го, по-моему, обращение к польскому послу, где было сказано, что Польша оказалась несостоятельным государством, и в силу этого, там триумфальный поход немецкой армии, значит, показал ее несостоятельность, она лишена всей своей промышленности, довольно глумливый тон в этой молотовской ноте, конечно, Литвину бы себе такого не позволил, и дальше там сказано, что все договоры мы считаем расторгнутыми. Конечно, Советский Союз в 1939 году наделал много зла, и совершенно прав, Мур, сын Марина Цветаева, которая в дневнике пишет, каково-то нам в 1943 году вспоминать то, что писали в наших газетах в сентябре 1939. Сейчас выложена в сети огромная подборка красной звезды, там очень много цитат, за которые будет сильно стыдно. Если при этом никто не отрицает главной, безусловно, роли Советского Союза в разгроме фашизма, а в какой степени необходима была Советскому Союзу мирная передышка, чтобы подготовиться к войне, это тоже любимый аргумент, так ведь любимый аргумент сталинистов, так ведь Советский Союз очень своеобразно готовился к войне, только что лишний раз Познер напомнил цифры, как были уничтожены трое из шести маршалов и тринадцати и шестнадцати комбригов. Там много чего, не говоря уж об адмиральском составе, много чего было сделано. Поэтому пока еще, мало того, что в России мы не подошли к освещению некоторых вещей, во всем мире существует огромное количество табу. Ну, например, табу на обсуждение фигуры Роммеля. Считается, что это был феноменальный солдат, кстати говоря, тайный антигитлеровец. существует огромное количество табу на обсуждение, скажем, темы Франции. Одни говорят, что действительно вишистые проиграли войну и проиграли честь, но спасли людей. Другие говорят, что вишистые это главный позор Франции во всей истории. Очень много вещей не прояснены. Для того, чтобы писать такую книгу, нужно быть абсолютно холодным, объективным, рассматривать закономерности истории в ней идеологично. Сейчас мы этого сделать не можем. Наверное, этот метеорит был настолько же сильнее войны 12-го года, насколько метеорит Тунгусский был сильнее Челябинского. Так что здесь, мне кажется, надо ждать гораздо дольше. Пепел не остыл. Понимаете? И никто не готов прощать ни дети победителей, ни внуки победителей, ни сами ветераны. Я думаю, что здесь должно пройти сто лет, прежде чем, и еще сто лет, прежде чем будет написано сколько-нибудь объективная картина войны. Потому, что в сегодняшней России никакое объективное исследование невозможно. Володя Воронов, мой друг, замечательный военный историк, много чего делает. Юлия Кантру, помянутая здесь, написала несколько замечательных книг о 30-х годах и о времени подготовки к войне. Но это единицы. Естественно, Марк Солонин, как к ним не относись, многие, я знаю, на дух не приемлят его выводы, его личность, но Марк Солонин внес огромный вклад в описание катастрофы 41-го года. Работают люди, да, можно там соглашаться, не соглашаться с Шуворовым, но он, по крайней мере, многое обнародовал. Так что не пришло время для такой книги. Поверьте мне, она будет, но, хотя она, думаю, будет частной, камерной. Судьба кого-то из Ифлиц, может быть, например. Видите, даже «Спасти рядового Райана», фильм, в котором достаточно высокая объективность, но и штампов тоже хватает. То есть, видимо, нужен новый угол зрения, а для этого должен завершиться огромный период человеческой истории. Понимаете ли, эпоха модерна, которая порождала такие сверхкниги, была искусственно прервана. Модерн должен вернуться, потому что такой роман можно написать только в модернистской технике, в технике, когда нет главного героя, сквозного нарратива, а есть чрезвычайная такая улисовская пестрота. Вот для того, чтобы, ну, как у Олис в Infinite Jest, для того, чтобы написать книгу, состоящую из такого количества разных нарративов, или даже скорее, как в «Бледном короле» у него сделано, человек должен обладать все-таки огромной суммой знаний. Это должен быть сверхавтор. Такой автор пока не родился, я надеюсь, что в течение, может быть, 21 века мы его все-таки получим. Прослушивание ваших программ подвигло меня почитать что-нибудь на английском языке очень хочется, но сам язык давно в рамках школьной программы. Я вам рекомендую прочитать роман Джерарди или Джерхарди, как его иногда называют, «Фьютилити», «Чита». Почему вам легко будет его читать? Потому что он на русском материале, это о большевистском перевороте в Петрограде. Как вам достать эту книгу, не знаю, но она вообще есть, ее можно заказать. роман Джерарди «Фьютилити». Там, поскольку очень много русских слов, реалий, названий, вам будет приятно. Вообще почитайте или моему повесть «Белье мистера Карингтона», почитайте тексты, в которых много русских тем. Интересно вам будет, наверное, прочисти Антони Бёрджеса Клоку Корренич «Водной апельсин». Там весь жаргон тоже имеет русский. Корни кормильцев в Царстве Небесное предполагал заменить там русизм и было на русский слух также экзотично. Но в любом случае чтение Клоку Корренич это достаточно простое и увлекательное занятие. У Альда хорошо почитать, вот у кого был самый ясный язык. Хорошо с Рояной, кстати. Вы когда-то сказали, что протагонист Степного Волка ничтожный человек. Я в целом солидарен с вами в отношении к данному роману. Но Гарри Галлер не ничтожество. Он просто интроверсен и чушь конформирован. Знаете, на фоне тридцатых годов может оно и так. Но если рассматривать это на фоне сороковых или если сравнивать героя Гесса с героями Манна, ну, как бы претенциозность и мелочи их притязаний становится очевидным. При том, что Играя в бисер очень, наверное, неплохой роман на самом деле. Вот хороший очень вопрос. На ваш взгляд артист балета великий или просто танцор может являться сверхчеловеком? Обусловленный этот вопрос прослушиванием ваших последних эфиров. Вы сказали, цель любого человека – достичь своему максимуму, превзойти себя. Ведь балетные совершают над своим телом исключительные действия, перерождая свою человеческую природу. Это, в сущности, новый тип. Если титаническими усилиями возникает чудо, как в геометрии, в школе закономерно балетные суперлюди. Права ли я? Наташа, вот ровно про это фильм Тодоровского «Большой». Он, конечно, не про балет. Он про попытку стать сверхчеловеком. Я вообще считаю, что Валера, ну, что я буду говорить, там, Валерий Петрович, я с ним знаком на 25 лет. Валера снял, я не скажу лучшую, конечно, я все равно гораздо больше люблю, скажем, Франкенштейна, но самую умную, самую холодную свою картину, она такая была невезучая, трудно снималась, он сам признается, что проект шел тяжело, но при этом ощущение послевкусия от этого проекта, вот ровно то, что мы написали, это картина вообще об искусстве. Балет взят только как самое условное и самое физиологически трудное искусство. Почему он к этому обратился, вместо того, чтобы снимать, как он собирался, картину про родную свою одежду и холеру в ней? Потому что, как всякий художник к 50 годам, он почувствовал, нормальная такая история, что путь художника вообще катастрофичен, что все сделанное нами ничтожно, что мы все время порываемся выразить что-то сверхъестественное и никогда не можем это сделать. Это фильм о катастрофе, о поражении художника, и, правда, поэтому там и сделан такой финал, где все-таки ему удается раз в жизни по-настоящему взлететь. раз в жизни выйти на сцену, показать, протанцевать и вот исчезнуть. Но это же триумф сугубо временный, а дальше подступает время, изношенность тела, которое при достаточно интенсивной художественной работе всегда дает знать себя очень рано, чувство тупика, которое неизбежно в работе художника. Ты сверхчеловеческими усилиями сделал что-то слишком человеческое, ты все еще только человек, над тобой властны все обычные закономерности. Старость, смерть, невостребованность, непонимание, зависть, ну, грубо говоря, все, что рассказывает Миша Ефремов, играя престарелую танцовщицу в фильме Константинопольского. Мне кажется, что Тодоровский снял балет вот именно об этом, о том, большой, именно о том, о чем вы спрашиваете, что гениальные усилия, великие задачи, титаническое насилие над собой и пшик в результате. Ты все равно никогда не прыгнешь выше себя. И вот об этой трагедии снята эта умная картина. Думаю, хотя сколько бы он не говорил в интервью Ларисе Малякову, что этот фильм не личный, это самое личное его высказывание, самое горькое, самое трагическое. И, кстати говоря, посмотрите, Тодор столько сделал, столько спродюсировал и наснимал. Он такая умница и при всем при этом ощущение страшного тупика, в который бьется любое искусство, ощущение невозможности что-то сделать с косностью жизни, ведь он один из самых талантливых людей своего поколения, и то, что он снял такой горький, такой отчаянный фильм, слушайте, как целебно для меня было его смотреть, какое было ощущение, слава тебе, Господи, это ощущение не у меня одного, я просто совершенно, так сказать, неуместными восторгами и объятиями на него обрушился, когда мы тут давечу встречились на примере холодного танго Чухрая, ну, просто я ему так благодарен за эту картину, потому что я ценю эмоциональное попадание, я критик очень плохой, субъективный, поэтому я люблю гораздо больше, скажем, трудно быть богом Германа, нежели его же лапшина, я понимаю, что лапшин совершеннее, но трудно быть богом попало эмоционально в мой тогдашний настрой, я выбежал из этого просмотрового зальчика, где он показывал черновой вариант, с облегчением, с чувством скрытого нарыва, с каким чувством, что жизнь-то все-таки прошла не зря, и я помню, что я от облегчения просто так хохотал на просмотре, что мне сказала Аркус Люба, рядом со мной сидевший Быков, это все-таки не гайдай, а мне дико смешной казалась эта картина, да, ну, правда, то, что я с вами говорю, Дон Рэба не знает, что мы с вами беседуем, но какие-то реплики божественные, да, и волшебные эпизоды, помните, когда Пампа там рубит кресло, всем кружку, всем, кто видел, я очень полюбил картину, а я люблю то, что в меня попадает, тут очень много вопросов, кстати, поскольку меня приметили на премьере «Холодного танка», что я думаю об этом фильме, я Павел Григорьевичу Храй вообще очень люблю, хотя он самый литературный из ныне живущих режиссеров, и, конечно, его сценарий в этой картине не имеет ничего общего с повестью Севелы «Продай свою мать», кроме самой внешней конвы, я считаю, что это блестящее кино, очень важное, сделанное средствами мелодрамы, но вопрос она ставит не мелодраматический, вопрос очень глубокий, очень серьезный, я не возьмусь вслух выражать идею этой карте, а, собственно, о чем мне бояться, возьмусь, там, понимаете, главный, конечно, образ, это вот тот, кого играет гармаш, вот этот вот начальник Чики в Латвии, русские, это такой действительно удивительный пример всепобеждаемости, всепобедительности и сверхживучести, вот там евреи погибли, прибалты погибли, а русские сумели выжить в силу своей невероятной адаптивности, и когда в финале, и милосердие, наверное, тоже, когда в финале с еврейской девочкой сидит на берегу вот этот вот уволенный из органов, оклеветанный бывший чекист, а потом выходит к морю и кричит, эх, родина, мать ты моя суровая, это о бессмертии народа, который вот действительно выживает там, где гибнут все другие, а почему он выживает, а потому что это не идея, не идеологический народ, вот там показан же этот страшный прибалтийский следователь, который мстит лесным братьям, и фанатические лесные братья, а русские, они не народ идеи, они народ чувства, и они выживают поэтому, потому что они в критических ситуациях могут иногда смягчиться, проявить милосердие, отойти от служебных инструкций, и поэтому Гармаш вот такой всемирно выживающий герой, мальчика убили еврейского, убили те же самые лесные братья, девочка, которую блестяще сыграла Юлия Пересиль, кстати говоря, очень хорошо играет и главный герой, это тот самый мальчик из притяжения, сейчас просто нет под рукой его фамилии, а Пересиль замечательно сыграл, там лучшая сцена, конечно, когда он ее после аборта спиртом растирает, такая мучительная, она тоже еще физиологически точно снятая, но она вызывает не эротические чувства, а какую-то бесконечную жалость, бесконечную тоску, ну не знаю, мне очень понравилась картина, но дело в том, что опять же Чухраеве меня всегда попадает ментально, я помню, как я смотрел клетку для канареек, когда нам старшеклассникам показывали эту тогда еще не выпущенную картину, было какое-то такое, ну, собрание медалистов, тогда такие вещи практиковались, и нам только что законченный фильм показали, и я, как услышал песню Долина и эти титры, и утренний вокзал, я понял, что пришел огромный режиссер, и водителей для Веры я очень люблю, и Вора, но водителей для Веры больше, наверное, да он во всем прекрасен, но холодная танго, это очень, он действительно совсем не холодный фильм, он даже немножечко чересчур эмоционально горячий, но некоторые эпизоды там чудесные, и прекрасно, его главная стержневая мысль, так что, Павел Григорьевич, если вы меня сейчас слышите, я просто к вам не стал уже подбегать после премьеры, потому что там все вас и так значит, обсили, мне понимаете, что очень нравится в этой картине, она так сознательно полемична по отношению к выбору Софии, вот Михалков-Кончаловский обильно цитирует выбор Софии в рае, но не ссылается, а здесь прямая ссылка, там женщина отдает бриллиант, и просит ей вернуть ее детей, а как раз солдат-каратель говорит, только одного можешь собрать, у тебя же один бриллиант, одного ребенка ты изберешь, и она говорит, нет, мне или обоих, или никого не надо, вот не надо с дьяволом играть в его игры, не делай выбора, это такая страшная довольно сцена и очень хорошо сыгранная, и с этой сцены, как с пролога, начинается картина, вот Чухрай отказывается играть в игры дьявола, он пытается быть максималистом, и картина сделана по максимуму, поэтому, ну мы оба, вот, кстати, я тут, даю, сейчас говорил, с Мишей Чумаченко, близким моим приятелем, и одним из любимых режиссеров, он мастер курса моего сына, поэтому мы с ним знакомы, и вот мы с Чумаченко говорили, что наша общая мечта, это чтобы Чухрай поставил свой сценарий в «Воробьиное поле», лучший сценарий, который мы читали оба за очень долгое время, странно, что мы совпали, потому что вообще у нас с Чумаченко все вкусы не совпадают, мне нравится то, что он делает, но вот то, что делают другие, мы оцениваем абсолютно по-разному, мне вообще приятно, что я с мастером сына могу разговаривать, обычно, как вы знаете, родители ненавидят учителей, а здесь у нас есть некоторое такое сходство, и наша общая мечта, вот, Павел Григорьевич, поставьте этот сценарий, если надо, краудфандинг можно объявить, но это гениальная история, было бы очень хорошо. Начинаю отвечать, если бы Пушкину дали почитать Бродского, смог бы он оценить его? Да, конечно, смог бы. Языковая мощь там совершенно очевидна. Лекция о сибирской фантастике Ушпенский, Колупаев, Павлов, Осипов. Я бы добавил Корабельникова в этот ряд, конечно. Давайте, только не сейчас. Мне надо подчитать. Не читал еще текст Глуховского, потом обязательно прочту и расскажу. В прошлой программе вы сказали, что нам нужно вернуться к оставленной цифре. Значит ли, что нужно восстановить Советский Союз? Нет. Нужно восстановить то, что в нем было важно и то, что в нем было неизбежно. Ну, надо вернуться к прогрессу, к идее прогресса. И когда Денис Драгунский, вообще-то очень мною любимый, пишет, что вот если бы при Иване Грозном был интернет и терпимость, то он был бы Иваном Нежным. Ну, давайте хорошо, давайте, значит, огульно отрицать все, что было в Советском Союзе. Давайте скажем, что вместе с советской диктатурой надо вычеркнуть и всеобщую грамотность. Хочется вам так? Давайте будем не критичны. Мне кажется, что некоторая критичность все-таки при оценке прошлого нужна. Что вы думаете о строительстве стены на границе с Россией? Думаю, что это трампизм. Достаточно дешевая идея. Какие коррективы внесете вы в свои методы? В связи с последним высказыванием президентом. Ну, имеется в виду, что патриотизм там выше знаний. Но он этого не говорил. Он, опять-таки, пример непонимания. Здесь мне уж хочется за него вступиться, потому что он сказал на самом деле, что, конечно, очень важно передать знания, но еще важнее воспитать человека, который будет правильно относиться к своим друзьям, своей семье и родине. То есть, он друзей поставил выше родины. И это верно, потому что он будет сродный, после него не очень понятно, а у друзей все будет в порядке. Я вообще считаю, что воспитать хорошего человека важно. Но для меня совесть – это функция от интеллекта. Количество знаний для меня принципиальная вещь. Поэтому, чем больше знаний вы дадите, тем моральнее будет ваш ученик. А противопоставлять это, по-моему, не нужно. Как вы относитесь к творчеству Холио Медема? Знаете, недостаточно его знаю, чтобы как-то относиться. Таня Фетисова ослепла и просит посмотреть ее переводы из Шекспира и ей позвонить. Таня, я обязательно вам позвоню. Я посмотрю эти переводы, хотя я прекрасно знаю, какие трудности таит перевод Шекспира. Я, знаете, сам шекспировский сонет переводил как бы на спорс Матвееве, когда она этим занималась. Я предлагал свои варианты. Это было очень азартное было занятие. Это дико трудно. Это чудовищно. Я, может быть, со временем попробую. Как вы относитесь к творчеству Франсуа Марияка, моей любимой романной матери Терезы Диски-Рум? Судя по Диски-Рум, Мариак считал, что женщина имеет право на убийство, если мужчина превращает ее в свое свиное корейто. Может быть, Терезе надо было для начала озвучить свои мысли перед тем, как решиться на преступление. Или муж все равно бы, я не понял. Ну, видите, Ксения, я матерь не читал, Терезу Диски-Рум читал, как все, потому что я знаком с Мариаком в основном по однотомнику 71-го года в серии «Мастера современной прозы». Недавно как раз я его на Арбате прикупил, потому что очень хотел иметь. Что касается Терезы Диски-Рум, то это такая антимадам-бавари. Там стартовые условия очень сходные девушка, начитавшаяся романтических сочинений и отравленная первой брачной ночью и ненавидящая муж за грубость вопрос о правильном убийстве. Как вы помните, Эмма Бавари покончила с собой. А может быть, было бы правильнее, если бы она убила Радольфа или Шарля. Может быть, это было бы более правильно. Об этом, собственно говоря, и ведет речь Мариак. Там, если помните, Тереза Диски-Рум оправдана. Но у меня на это свой взгляд. И я считаю, что и Тереза Диски-Рум крайне неприятная героиня. И сам эта травма. Ну, там с убийством сложно. Там нельзя однозначно говорить об убийстве. Там же, помните, как вышло? Не будем спойлерить, как оно было на самом деле, потому что дадим всем возможность прочитать. Но для меня Тереза Диски-Рум вот это такое знамя женской эмансипации, оно для меня совершенно неприемлемое. И отношение к семье, к семейной жизни вообще у меня далеко не таково, как у мряка. Ну, потому что, согласно моему опыту, семья – это не пространство насилия и унижения, а пространство сотворчества. Это место, которое надо каждый день творить. И, может быть, я не знаю, может быть, это такой мужской сугубо взгляд, но, мне кажется, сама терминология использовать, как свиное корыто. Ну, понимаете, в семье все друг друга используют, не только мужчины используют женщину. И вот такой феминистский взгляд, такая борьба за женскую свободу, мне кажется, это какой-то, ну, совершенно, совершенно прежние, прежние времена. Это какой-то радикализм феминистский, который был объясним в эпоху расцвета феминизма, но сегодня оправдывать Терезу Диски-Ру тем, что муж ее вот так грубо использовал, нет, все-таки, знаете, до таких крайностей я не дохожу. Правда, ну, в чем прелесть этого романа? В том, что он очень хорошо написан. Мариак умеет писать коротко, это изящный, короткий роман, тоже во флаберовской традиции, пластичный, и там есть очаровательные кушки. Но ничего не поделаешь, я вот этих женщин, романтических мечтательниц, которые от столкновения с жизнью кидаются на самоубийство и убийство, это тип мне не близкий. Мне гораздо ближе тип Жанны из, значит, Унви, Мупасана, одна жизнь или жизнь женщины. А мне ближе вообще тип Мупасановской героини. Ну, как бы, понимаете, вот тип кисейной барышни, которая от столкновения с жизнью приходит вот в такой ужас, это мне не ошибно приятно. Да и вообще, вот так сказать, меня тут много, кстати, спрашивают насчет Флабера. Из всех великих французов Флабер менее всего мне интересен. Я небольшой любитель Саламбу, я совсем не любитель Бевара и Пекюше, я, пожалуй, люблю воспитание и чувств, там, где речь идет о 48-м годе, революции и о 30-х годах. Вот там мне нравится многое, о поведении толпы в Париже, там интересно. Но, в принципе, вот кроме Дико-Сентименталь, я ничего, ну, как и у Блока это был любимый роман, в принципе, я Золя люблю гораздо больше. И мне и Тереза, и Нана, и даже Жанны из «Страницы любви», я уже не говорю про маленькую Мьету или про Жервезу, там, ну, там у него много очаровательных персонажей. Да, кстати, вот спрашивают меня про Терезу Ракен, там же тут же сразу пришел вопрос, тут же тоже женщина-убийца. Ну, она убийца, но вы посмотрите, как она наказана. Автор совершенно ее не оправдывает. Кстати, очень недурно, тоже у нас с матерью один из любимых фильмов, это экранизация Терезы Ракена на современном материале с Симоной Синьялей. Там очень сильное отклонение от авторского текста, но это хорошая картина. И, кстати говоря, Тереза Ракена вообще один из лучших, по-моему, романов Золя. Это из ранних самых, он еще очень плохо написан, но финальная сцена, когда эта парализованная мать глядит на одного трупа, это немножко напоминает мне финал доктора Паскаля, а уж там он, конечно, во всей силе мастерства. А помните, когда на убитого правнука смотрит старуха Азелаида и бормочет жандарм, жандарм? У-у-у, какая сцена! Знаете, это, ну вообще я Золя люблю, это моя детская такая еще слабость. Когда вы слоняете украинские фамилии, у меня прямо кровь в душе идет. Тут и так война, вы еще подкидываете страдания. Я с Чумаченкой, ну как перестать это слышать? Ну, с Чумаченкой это стилизация такая, ничего обидного в этом нет. Когда я с Чумаченко, ради бога, но я вспоминаю из Ахматовой, позвала Зощенко, это не более, чем такой милый архаизм, никакого неуважения здесь нет. Как вы относитесь к Таисе Афинской? Там классное начало, а потом, по-моему, Папса. Там везде Папса. Это довольно пошлая книга, а сцена обладания Таис на этой свежей пахоте, ну это просто такая семидесятническая эротика, напыщенная. Но это стиль Ефремова. Надо это или любить, или не любить. В принципе, Таисе Афинская представляется мне довольно таким пошлым поиском античного идеала и романом гораздо более слабым, чем Лезвие бритвы. Но ничего не поделаешь. Иван Антонович Ефремов, великий писатель даже тогда, когда он пишет такие вещи. Вернемся через три минуты. Возвращение бомбардиров. Мы в третий раз в одной реке. Слушайте новую акустическую радиопередачу. Только это не ночь, а утро. Каждую пятницу с восьми до одиннадцати утра. Мы два снаряда в одной воронке. Каждую пятницу три часа четыре раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых стих. И к обеду, наконец, растворился царь-отец. Кстати, после вас как раз отцы начинаются. Отцы начинаются. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе? Ну, во-первых, личное обаяние. Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений. Я не радикал, какой-нибудь не экстремист. Бескомпромиссность в оценках. Я всегда могу найти общий язык с властью. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. В ночь с пятницы на субботу после часа ночи. Кто сказал, все сгорело от ла. В эфире один Высоцкий. Вы! И не вы! Во всем утром! А утром в субботу уже на сайте в специальном блоге Но наградаю на! Владимир Высоцкий. Безмолвие Глава за главой Обязательно будет звук! В ночь с четверга на пятницу после двух часов в программе Николая Тамразова-Бабник заслуженный артист России Феликс Заникатия Тема передачи Пою тебя мой край родной В центре событий Эхо Москвы Продолжаем разговор и еще все-таки несколько вопросов действительно важных Интересно узнать вашу точку зрения в противостоянии Пушкина-Воронцов-Раевски и насколько справедливы оценки которые дал Пушкин-Воронцову и оценки которые Воронцов дал Пушкину какую роль во всем трусу играл Раевский Как сейчас помню Ксения Ливанова дочь министра которая у меня тогда в группе училась в МГИМО и я совершенно понятия не имел что она министерская дочь У нас поэтому была достаточно жестокая дискуссия после ее доклада на эту тему доклада совершенно блестящего об отношении Пушкина с Раевскими Она Раевского Александра старательно оправдывала в частности его блестящим героическим военным прошлым но ребята значит давайте встанем на сторону поэта вся оценка Раевскому дана в двух произведениях прежде всего это стихотворение коварность но если ты затейливый язвил пугливый его выражение тогда ступай не трать пустых речей ты осужден последним приговором это все правильно сказано и конечно месть этой пародия русских байронитов это Онегин уж не пародия ли он Пушкин взялся за роман именно с целью развенчания этого героя и привода его к полному моральному краху что в девятой главе должно было стать очевидно зачем как тульский заседатель я не лежу в параличе зачем не чувствую плечех и травматизма ах создатель я молод жизнь во мне крепка чего мне ждать тоска тоска вот это кощунственное отвержение жизни полное неумение ее понимать и абсолютная пародийность жестокость крах самой фигуры если бы у нас был издан полный Онегин с реставрированной по беловику девятой главой это я думаю было бы совершенно очевидно понятно что Татьяна в первоначальном замысле должна была и тут не надо даже читать реконструкцию Игоря Дьяконова вполне достаточно самому понять конечно Татьяна списанная с жены декабриста должна была тоже Сраевской впоследствии значит понятное дело Волконская должна была конечно разделить судьбу мужа и поэтому поехать за ним к декабристам вот это мотивирует появление декабристской темы в якобы десятые на деле в набросках продолжения девятой главы для меня совершенно очевидно что Онегину в рядах декабристов нечего было делать поэтому я считаю что Раевский с которым Пушкин кстати вполне дружески встречался в тридцатые годы Раевский в двадцать четвертом году очень плохо себя вел и очень неблаговидную роль во всем этом сыграл думаю что попытка Татьяны Григорьевны Цевловской в статье «Храни меня мой талисман» все-таки Воронцова несколько обелить сказать что Пушкина она любила больше да и дочь может быть от него мне кажется что это попытка не очень состоятельная Пушкин верил ей слепо но на самом деле выступил к сожалению функцией фигуры прикрытия это очень жаль но видите ли гений же всегда думает о людях хорошо а вот театр Фоменко утверждает что мы тоже всех пустим и рассадим 15 июля но это им виднее да тогда значит волшебное слово один вам в помощь приходите 15 июля мы что-то попробуем какие секретные смыслы вложила Аксенова в золотую нашу железку как замечательно писала когда-то Жанна Сергеева ключевые слова в книге черная структура голубого ну и кроме того чувство краха чувство исчерпанности какие мотивы картины Пушкина холодные лет 53-го пророческое высказывание о 90-х годах Андрей я не назвал бы ее пророческим высказыванием о 90-х но то что криминалитет первым реагирует на свободу ну тут по-моему все достаточно очевидно ну и вообще понимаете свобода это холодное лето модерн прогресс возвращение свободы это не столько праздник сколько испытание потрясающий финал этого фильма когда все понимающий герой приемухов с фанерным чемоданом встречает на улицах Москвы еще одного того же человека тайное знание людей узнающих друг друга и побывавших в аду такие тайные пароли нет гениальные картины я вообще Прошкина люблю Саша дорогой если вы меня слышите сейчас простите мне фамильярность этого обращения ну что мы там многие годы друг друга знаем будем поймать что я очень люблю Александра Прошкина очень его люблю еще с его ранних фильмов телевизионных инспектор Гулы Ольга Сергеевна обожаю холодное лето очень высоко ценю экранизацию доктора Живаго по арабовскому сценарию самое с виду вольное на самом деле самое точное прочтение романа очень люблю как он экранизировал Горенштейна да и даже русский бунт мне нравится хотя меньше других вообще я считаю что Прошкин это очень крупный мастер настоящий мастер пересмотрите кстати инспектора Гула это очень страшная картина очень пугающе ну теперь значит простите меня все таки Василия Владимировича Быкова я слишком люблю слишком уважаю чтобы говорить о нем куцей и огрызочной к тому же у меня совсем недавно была о нем лекция в цикле 100 книг на дожде про Сотникова и про фильм Шипичка Искупления поэтому я следующую лекцию я посвящу ему вот точно совершенно я переподчитаю я перечитаю Мертвым не больно вещь которая сумела проскочить только в новом мире и после этого на 20 лет была закрыта даже упоминание не говоря о перепечатках и третью ракету мне надо перечитать но главное его экзистенциалистские вот зрелые вещи такие как пойти не вернуться и даже дроссвет образующий странную такую диалогию которые уже даже не военные собственно тем более что этот материал был для буквы Сашанчу что он же воевал в действующей армии никогда не партизан но он понял о партизанстве что-то главное потому что там все коллизии острей это война которая не определяется уставами или правилами а только личной готовностью дожить до рассвета и погибнуть пойти до конца зная что о твоем подвиге не узнает никто это великая экзистенциальная проза даже не военная она шире военной темы вот об этом обо всем мы в следующий раз поговорим пока Шефнер Владимир Сергеевич Шефнер родился в 1915 году и принадлежит к странному такому действительно межумощному поколению между блестящим поколением 10-го года Корнилов-Берголь-Ствардовский и гениальным поколением 20-х Самойлов и другие там Слуцкий другие флийцы ну и Коган 20-24 мне представляется что промежуточность это плюс его жизнь в Ленинграде подарила ему такой странный как бы на особицу внепоколенческий одинокий статус я его очень за это люблю да вот правильно мне подсказывают что фильм Шипичка именно восхождение там я оговорил что искупление да восхождение конечно а значит Шефнер всегда был на особицу вне поколений всегда один и вот его как-то странно к нему относились его самая скромность его ниши самая отдельность его всегда заставляла его вот как-то рассматриваемого вне обоим несколько недооценивать вот Ахматова например она очень высоко его ценила но всегда с оговорками всегда добавляя что там есть какие-то вкусовые провалы и дарим аскульту при этом Шефнер поэт пронзительной силы удивительной мудрости но именно его отказ от громкой виторики он очень заметен очень принципиален надо сказать что если вот в этом вечном делении ритеров и трансляторов его как бы в том смысле что он поэт мысли но у него как и у Заболоцкого к которому он был творческий и человеческий близок у него пожалуй эти амплуа совмещены он в огромной степени все-таки поэт настроения интуиции кстати его проза она гораздо более фантастична чем его поэзия и не зря он всю жизнь писал гениальную фантастику и стихи его лучшие мы вот кстати с Юлией Ульяновей включили это стихотворение в нашу антологию страшные стихи и они действительно такие жутковатые стихотворение которое называется фантастика а в первой публикации называлось приключения фантаста как здесь холодно вечером в этом безлюдном саду у квадратных сугробов так холодно здесь и бездомно в дом которого нет по ступеням прозрачным взойду и в незримую дверь постучусь осторожно и скромно на перу невидимок стеклянно звучат голоса и ночной разговор убедительно ясен и грустен я на миг я на миг я погреться на четверть часа ты навек ты навек мы тебя никуда не отпустим ты все снился себе а теперь ты к нам заживо взят ты навеки проснулся за прочной стеной забвенья ты уже на снежинке на дымные кольца разъят ты уже в зеркалах не найдешь своего отражения это довольно жуткое произведение такое и уже с первой строчки эта интонация завораживает как здесь холодно вечером в этом безлюдном саду вот эти ленинградские пустые сады в которых так страшно остаться потому что они запираются на ночь здесь это присутствие и вот это непонятно кто эти невидимки которым попал человек но темы смерти и темы забвения они вообще у Шефнера очень частые ну вот я вспомню одно из любимых своих стихотворений это древняя это древняя вязь зашифрованного алфавита может осень как добрая мать шлет кому-то слова утешений только тем их дано понимать кто листвы не услышит весенний вот эта темная тайна письмира которая открыта только изгоем или только обреченным это подспудная очень важная шефнеровская тема мир он не для одиноких неудачников не для маргиналов для них природа оставляет узкую нишу лазейку но именно им открыта тайна и поэтому ну помните там налегай на весло неудачник мы с тобой давно решены жизнь похожа на школьный задачник где в конце все ответы даны но еще до последней страницы не дошли мы не скрылись во мгле и поют нам весенние птицы точно так же как всем на земле и пока нас последним отливом не утянет на темное дно нам не меньше чем самым счастливым от земли и от неба дано у него нет трагической ниши изгоя у него есть замечательный повесть счастливый неудачник абсолютно автобиографический привет тебе кстати большой и семка и семка мандельсон который сыграл когда-то в этом фильме главную роль божественной картины и семка мой друг давний сейчас известный артист а тогда он был прелестный такой гость артекшинского кинофестиваля так вот мне ужасно нравится именно эта позиция счастливого неудачника без трагического изгойства а с осторожным тихим очень умеренным осознанием своей отдельности ну вот не надо тебе значит да к массам тебе надо на особицу кстати вот Евгений Марголит страстно мною любимый просит прочесть стихотворение Шефнера 22 июня Марголит хотя и киновед но он блестящий знаток русской поэзии Жень я очень рад что вы мне напомнили эту вещь как раз 22 июня не танцуйте сегодня не пойте предвечерний задумчивый час молчеливо у окон постойте вспомините погибших за нас там в толпе средь любимых влюбленных средь веселых и крепких ребят чьи-то тени в пилотках зеленых на окраины молча спешат им нельзя задержаться остаться их возьмет этот день навсегда на путях сортировочных станций им разлуку трубят поезда окликать их и взывать их напрасно не промолвит ни слова в ответ но с улыбкой грустной и ясной поглядите им пристальных след это не самые сильные стихи Шефнера но моральный императив который здесь дан без истерик встретить этот день без радости и без громкой скорби подумайте задумайтесь представьте вот о чем речь я Шефнера могу очень много читать наизусть потому что я его бесконечно много знаю понимаете потому что я вырос на его стихах и на прозе конечно у меня до сих пор на даче на любимой полке стоит книга вот знаменитый сборник фантасты фантастики где появилась девушка обрыва или записка Коврекина но я фантастику Шефнера сейчас не трогаю просто вот тут очень многие спрашивают что почитать депрессии ребят если у вас действительно плохое настроение почитайте девушку обрыва она и лиричная и трагичная и веселая и какая хотите но она местами дико смешная там вот в будущем все эти приборы с их дико аббревиатурными смешными названиями там МОПС механизм отвергающий плохие стихи или ПУМА приборы чешающие малоталантливых авторов видите это все вырезается но Эскулап там этот врач механический нет это гениальная книга но мне приятнее в стихах его вот это лирическая такая опять-таки ненавижу слово негромкий Давыла Матвеева говорила что три самых страшных антикомплимента поэту это чистота доброта и пронзительность негромкость я просто ненавижу но дело именно в принципиальном отказе от позы в некотором поэтическом смирении в очень мрачном мировоззрении и такой лирической насмешке которые его как бы комбинируют я бы сказал что ну как-то уравновешивать я бы сказал что поэзия Шефтера она в каком-то смысле гаммолетовская потому что она очень желчная и вместе с тем насмешливая вот эта интонация которая в 70-е годы немногим была дана у ангела ангина он не жалея сил берег чужого сына инфекцию схватил в морозном оформлении за домом тополя в неясном направлении вращается земля дарая не добраться с попутным ветерком и негде отлежаться летая под потолком земная медицина для ангела темна ангина это ангина чужая страна ну это до слез прекрасно а еще сильнее на меня действовали я вот сейчас как раз об этом писал в питерском очерке в книге в Питере жить мне кажется что из всех питерских авторов Слепакова и Кушнер и Шефнер кстати третий лучше всех управлялись с любимым моим размером бустопным анаписом та-та-там та-та-там ну вспомним как это звучит у Шефнера да я как прочие дети ухватил пятачок уплатил пятачок а затем мой билетик оборвал старичок карусельным карусельным лошадкам он подводит меня с карусельной площадки я сажусь на коня конь пожарной окраски хвост рубится как дым конь бессмертен как в сказке конь мы не утомим он не просится в стойло не помню и копытом не бьет пьет чернильное пойло и бумагу жует вот мы скачем над лугом над весенней травой все по кругу по кругу по кривой по кривой повороты все круче и знакомая местность уплывает из глаз мчит меня в неизвестность карусельный пегас развороты все круче все опаснее круги то взлетаю я в тучи то впадаю в долги я старею старею где мой тихий ночлег все скорее все скорее все стремительней бег мы летим над больницей над могильной травой а вселенная мчится по кривой по кривой вот эмоциональный ореол эмоциональный спектр двуступного анапста здесь представленный более ярко пронзительная грусть вот это жуткое ощущение прекрасности и бренности жизни это то что начиная с Иннокентианинского в этом размере у нас есть но я не совсем согласен с Гаспаровым я не думаю что кто я такой чтобы с ним не соглашаться но вопрос не только в том что это механизм культурной памяти что это есть в самом звучании двуступного анапста что намекает нам на бренность и прекрасность и чтобы закончить я прочту наверное ну тоже я сокращать буду там по-моему лишние есть куски я прочту любимую из Шехнера милость художника которая для меня была всегда одним из ключевых текстов русской литературы и вот она о том что в человеке надо любить и ценить превыше всего старинная азейской гравюре жизнь минувшая отражена копеносец стоит в карауле и принцесса глядит из окна и слуга молодой и веселый в торбу корм подсыпает коню и сидят на мешках мукамулы и король примеряет броню это все происходит на фоне где скелеты ведут хоровод где художник заранее понял что никто от беды не уйдет там на заднем убийственном плане тащит черт короля-мертвеца и крутясь вырывается пламя из готических окон дворца там по небу ползет как по стеблю исполинский червец гробовой и с невес разбиваясь о землю боги сыплются им не впервой там смещение быта и бреда там в обнимку чума и война пивоваром лоснехтом поэтом всем капут и каюках она а мальчишка глядит на подснежник позабыв про пустую суму и с лицом исхудалым и нежным поселянка склонилась к нему среди бед и печали несметных среди горящих дворцов и лачок лишь они безусловно бессмертны и не втиснуты в дьявольский круг вот этого я вам и желаю а мы услышимся через неделю до сих пор на сих пор до сих пор сих пор Продолжение следует...